Всем большой привет, мои любимые! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя. Да-да, тебя на моём канале. И сегодня я снимаю такое небольшое влоговое видео, которое было максимально внеплановое. Из-за стечения обстоятельств я всё-таки решила посвятить это видео опять приятным подарком, неожиданным сюрпризом. И сегодня я буду радовать свою родную сестру Полину. Сейчас я вам расскажу, как. Я знаю, что вы любите смотреть подобные видео от меня, где я дарю какие-то боксы, возможно, подарки. Кстати, совсем скоро на моём канале стартует Back to School 2020. Я закажу много интересной и крутой канцелярии и буду показывать вам. К сожалению, в школу я уже не хожу, но всякие видосики интересные на эту тему я уже с этой недели потихонечку начну снимать. Сейчас я вам расскажу одну не очень приятную новость. Я вам в одном из влогов своих на канале рассказывала, что Полина недавно купила себе миленького маленького джунгарского хомячка. Она мечтала об этом очень-очень долгое время. И да, я знаю, что большинство комментаторов говорили, что хомяки это те животные, которым очень скучно находиться одним в клетке. И что им обязательно нужен какой-нибудь дружочек. Но знаете, я почитала очень много информации в интернете и вообще посоветовалась со специалистом. Мне сказали, что в принципе хомяк может прожить и один. Что как бы хомяки это одиночные животные. Естественно, я продолжу читать очень много информации на эту тему. Принимаются, естественно, ваши советы ниже в комментариях. Так вот, в очередной раз Полинка решила взять с собой джунгарского хомячка на дачу, естественно. Не оставлять же его дома. И каким-то образом эта проказница тупо вылезла и как-то сбежала из клетки. Я не знаю, каким образом это произошло. Хомяк находился в клетке, которую я вам показывала. В одном из своих тиктоков. В общем, хомяк каким-то образом выбрался. Полина искала его достаточно долгое время, пока не поняла, что у нас на даче был открыт балкон. К сожалению, хомяк каким-то образом просто сбежал. Это до сих пор остается какой-то странной и непонятной загадкой. И Полина продолжает грустить. Каждый день у нее не очень хорошее настроение. Она до сих пор надеется, что хомяк прибежит к ней в город. В общем, она просто очень давно мечтала о хомячке. И для меня это тоже очень была грустная, супер грустная новость. Потому что я раньше тоже имела хомячков. И у меня то аллергия была, то мне пришлось их отдать. И даже была такая история, что я отдаю хомяка своей подруге из-за того, что просто приболела. Мама подумала, что у меня аллергия. И через три дня хомяк рожает трех маленьких хомячат. Господи, ну это просто отдельная история. Сниму отдельное видео. В общем, я решила Полине сегодня сделать приятный подарок. Купить новую клетку. Купить нового хомяка. Только уже не джунгарского, а сирийского. Мы вместе с вами поедем в зоомагазин. Купим очень много всего для Полины. Она как раз таки сегодня осталась на ночевку у подруги и должна приехать днем. А сейчас утро, поэтому прямо сейчас мы с вами собираемся в магазин делать Полине супер-мега приятный подарок. Она будет просто в восторге. Тем более сирийские хомячки, они гораздо больше, чем джунгарские. Я все прочитала в интернете, посоветуюсь с продавщицей. Все, что она мне посоветует, я, естественно, куплю. Поэтому вместе с вами сегодня мы увидим реакцию Полины. Как все-таки она обрадуется, потому что мама сказала, пока что новых хомяков нам не нужно. Я отдельно поговорила с мамой. Она говорит, хорошо, давай, раз ребенок грустит, раз такая неприятная ситуация произошла. Не буду медлить. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись. Вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Сегодня мы сделаем супер приятный подарок Полине. Я желаю вам приятного просмотра. На самом деле я немножечко волнуюсь. Я прочитала в интернете, что сирийские хомяки привыкают к хозяину гораздо дольше, нежели чем джунгарские. На улице сегодня 19 градусов, поэтому я сейчас переоденусь. И мы поедем с вами в зоомагазин. Кстати, именно тот, где находятся сейчас сирийские хомяки, достаточно далеко. И до этого зоомагазина ехать 30 минут. Я возьму с собой свою подругу, которая поможет мне отснять это видео. И мы с вами выберем самого маленького, самого хорошенького сирийского хомячка. Переодеваемся и выезжаем. Вот такой вот у меня лук. Он больше смахивает, конечно же, на зимний. Я вот эту кофту носила в последний раз, наверное, полгода назад. Она очень теплая, но на улице, как мне сказали, капец как прохладно. Поэтому я иду вот в этой кофте, черненькие штанишки, следочки. Надену сейчас свои черные маквины и буду выезжать. Ехать полчаса. Там мы встретимся с моей подругой, которая будет меня снимать. Я очень надеюсь, что все пойдет так, как я планирую. Что я найду какую-нибудь красивую клетку, крутые всякие лакомства. И самого-самого миленького хомячка. Я прямо сейчас вызываю такси, и мы с вами направляемся в зоомагазин. Погнали. Ну что, я уже еду в такси. Решила взять с собой вот эту переноску, которая прожила со мной очень долгое время. В ней еще, я помню, я катала свою морскую свинку, которую, к сожалению, пришлось отдать. Почему я решила взять переноску? Потому что все время, когда я еду покупать каких-то питомцев, я постоянно забываю про существование этих переносок. Покупаю их постоянно в магазинах, потому что везти домашнего питомца обратно уже не в чем, скажу так. Поэтому я решила взять эту желтенькую. Мне точно так же, как и вам, я уверена, интересно узнать сегодняшнюю реакцию Полины, как она вообще отреагирует, потому что никто ее не предупреждал, что она вернется домой, и уже ее будет ждать новый домашний питомец. Изначально родители к этому вообще морально были не готовы, поэтому я думаю, ребенок сегодня будет счастлив. В общем, я уже подхожу к зоомагазину, и я надеюсь, что именно тот хомяк, которого я куплю, будет обладать той самой энергетикой, оракелянской энергетикой. У меня всегда была чудесная интуиция, поэтому я считаю, что тот хомяк, которого я куплю, будет просто самый лучший. Вот они, чудесные питомцы, тут всякие попугаи, морские свинки, такие хорошенькие, ребят. Посмотрите там внизу, это чтобы они уж точно не выбрались. Тут реальный зоопарк, именно поэтому я нашла тот самый зоомагазин, где будут все питомцы. Сейчас самое главное мне проконсультироваться, вот это миленькие шиншиллы, и найти сирийских хомячков. Мне кажется, они где-то там. Тут, кстати, еще очень много клеток, и отсюда я, возможно, выберу ту самую, из которой хомяк точно не выберется. Сейчас буду консультироваться. Знаете, ребят, вот именно в этой ситуации мне очень жалко рыбок, я не знаю почему. Мне охота, чтобы они были в самом настоящем комфорте, а тут у них маленькие-прималенькие какие-то стаканчики. Капец, мне так их жалко, ненавижу такое. Так, меня заставили надеть маску, ребят, и показали, естественно, сирийских хомячков. Посмотрите, ребят, вот тут лежат все хомячки-мальчики, прям такой вот кучкой все вместе. А вот тут девочки. Тут их всего две штучки, они маленькие. В принципе, я думаю, ребят, я сейчас присмотрю самого красивого хомячка. Тут пока непонятно. Я думаю, мне отдельно сейчас будут их показывать, потому что ничего толком не видно. Вот так вот лежат хомячки-мальчики. И я все-таки буду брать мальчика, ребят. Я почему-то хочу вот именно мальчика. Я думаю, что сначала я подберу самую красивую клетку, а потом уже выберу самого хорошенького хомячка. Чтобы сейчас он пока что отдохнул, я все для хомяка куплю, все, что нужно. А потом уже выберу вместе с вами самого миленького. Или же вам его уже покажу. Ну что, ребят, по клеткам рассказываю вам. Смотрите, я все-таки решила взять вот такую вот большую. Так как сирийские хомячки достаточно такие упитанные. Как мне сказали, они могут вообще разжиреть. Они будут такие полненькие и чем-то даже будут похожи на морских свинок. Поэтому я решила взять вот эту клетку. Посмотрите, она вот тут вот с пластиком. И из этой клетки точно хомяк не выберется. Потому что она открывается сверху. Внутри, как вы видите, есть колесико. Есть маленький домик. Сейчас я куплю крутой корм. Тут есть поилочка. Вот такая вот штучка. Я забыла, для чего она нужна. В общем, клетка райская. Тем более для одного хомяка. Я сначала хотела вот эту. Но мне сказали, что если хомяк разжиреет, то он может просто застрять в этой трубе. Меня что-то это напугало немного. Поэтому я все-таки возьму вот эту большую клетку. Стоит она 3680 рублей. Вот. Поэтому ее беру. Покупаю всякие карма, штучки, дрючки. И иду дальше. Из домиков я решила взять либо вот этот, либо вот этот. Но мне кажется, этот для сирийского хомячка достаточно маленький. Поэтому, скорее всего, домик в клетку я поставлю этот. Мне сказали, что пластмассовый домик лучше в клетке не держать. Потому что хомячки очень любят что-то поесть. И пластмассовый домик хомячок может просто начать грызть. А это далеко не полезно, не круто. Поэтому я беру деревянный домик. Все сонные бедные хомяки. Они на мышей чем-то похожи. Блин, ребят, мне вот сейчас показывают хомяков. И я честно не знаю даже какой выбрать. Это все мальчики. Я вам уже говорила. Наверное, я возьму какого-нибудь светленького. Вот этот беленький очень похож на мышь. Но они все симпатичные, в принципе. Поэтому я сейчас узнаю, какой самый младший, самый шустрый. И возьму его для Полины. Так, ребятки, я, скорее всего, буду брать вот этого. Такой рыжовато-светленький, короче. Ну что, зайки мои, я поставила вам показать. Вот такого вот миленького хомячка я беру. Очень светленький, симпатичный, красивый. Вот такая вот прелесть. Мы как приедем домой, я обустрою всю клетку. Все сделаю красиво, чтобы Полина офигела. Хомячок очень шустренький. Мне сказали, самый молоденький, красивый мальчик. Имя Полина придумает, естественно. Поэтому я покупаю именно этого хомячка. Посмотрите, какая зайка. Взрывается в опилке. Настроение, ребят, вот такое вот. Подруга моя приехать не смогла, поэтому я иду одна. Я купила огромную клетку, очень много всего. Приеду домой, сейчас все буду обустраивать, вам покажу. Такси уже приехало, поэтому я еду домой. Полина должна уже через полтора часа где-то приехать. Надеюсь, я успею, и она очень обрадуется. Я приехала домой. Сейчас буду разбираться с клеткой. Приедет мама, возможно, мне поможет. Потому что одна за час я думаю, что не справлюсь. Потому что Поля уже с минуты на минуту должна быть. Ну, точнее, она уже совсем скоро выезжает. Я еле как это все дело затащила. Вот тут вот хомячок, такая вот прелесть, там карабкается, пытается узнать, что вообще происходит. Такой зайчка там маленький, медового или песочного цвета. Такой прям красавчик, посмотрите, какая радость. В общем, сейчас я буду разбираться. Самое главное, мне сказали продезинфицировать клетку или протереть ее какими-то салфетками. Но я думаю, что правильнее будет просто ее помыть, тщательно помыть специальным средством. Поэтому я прямо сейчас этим буду заниматься, разберусь с опилками, со всеми этими штучками, которые я купила. И отдельно вам их покажу прямо сейчас. Смотрите, я дома нашла вот такой чудесный контейнер. Сюда я положу что-то лайтовое, а тут смешаю корма. Мне дали специальные, в одном одни вещества, в другом другие. И как бы говорят, что для хомячков наоборот прикольно, когда два корма смешивают. Мне там что-то долго объясняли. Вот этот корм говорили круче, он, кстати, и подороже. Я в этом, ребят, не разбираюсь, поэтому жду ваши советы в комментариях. Вообще, как вы считаете? Вот такие вот чудесные опилки. Деревянный домик. Вот такой вот кальций, так сказать, для зубиков. И для того, чтобы хомячку было весело, и ему было что погрызть. Вот такая вот игрушечка, которая подойдет и для мышек, и для хомячков, мне сказали. Ее и едят, и грызут, и играются с ней, и она издает звуки. И вот такие вот полезные вещества. Раз в год, и раз в полгода капаешь несколько капель в воду, и хомячку просто хорошо. Ну, как бы для профилактики. Это старая клетка. А ту, из которой сбежал хомяк, мы, естественно, выкинули, чтобы нафиг об этом не вспоминать. Прямо сейчас я все буду обустраивать, вам покажу и пойду помою клетку. Итак, дорогие мои, наконец-то настал тот самый момент, когда я запущу миленького-маленького хомячка-мальчика вот в эту чудесную клетку. Мам, подсними, пожалуйста. Смотрите, тут у нас домик. Поилочка таким вот образом устроена. Колесико. Хомячок у нас будет кушать на втором этаже, как вы видите. Песочек внизу. Полина все сможет поменять вообще, как я и покажу хомяка. Все, как ей нравится, все, как ее устраивает. Я сделала, как по моему мнению, круто. И прямо сейчас мы вот эту маленькую прелесть будем запускать в клетку. Сделаю я это чудесным образом. Просто открою клеточку. Открываем. И хомячка нашего мы туда аккуратненько... Опа! Итак, теперь давайте понаблюдаем, куда побежит наш хомячок первым делом. Он сейчас впервые знакомится с территорией. Залезает на колесико. Немножечко его грызет. Видно, ребят, сразу, что хомяк не особо стесняется, забегает в домик. Вообще, в интернете писали, что для того, чтобы хомячок чувствовал себя более комфортно, нужно нарвать салфеток, и он сделает сам из них гнездышко, в котором будет либо лежать, либо отдыхать. Я их чуть попозже положу в уголочек, и хомяк решит, куда их перетащить. В общем, как муравейник. Хомячок у нас знакомится с территорией. Сейчас вылез из домика. Господи, какая прелесть, ребят. Мне кажется, Полина будет, ну, просто в восторге. Залезает на второй этаж. Нифига себе у нас хомяк, ребят. Смелый, ничего не боится. Нюхает тарелочку. Какой зайка! Ох, ребят, хомячок, ну, просто прелесть. Такой шустрый, такой хорошенький. Мне осталось лишь только дождаться Полину, и посмотрим на ее реакцию, и узнаем, как она все-таки назовет хомячка. Но я уверена, она будет просто в восторге, потому что максимально не ожидает такой подарок, который я для нее сегодня готовлю. Чего у меня с волосами? В общем, ждем Полину, и я буду просто сидеть и наблюдать за хомячком. Такая красотень, я не могу. Прошел примерно час, и Поля буквально через 10 минут должна подойти. Я решила ее подождать в этой комнате, поэтому я просто желаю вам приятного просмотра. Сейчас я вам быстренько покажу хомячка. У него дела прекрасно, он бегает в колесики, чудесное настроение. Я вам его вот с этого ракурса даже подсниму. Хомяк ничего не боится, очень любопытный. Сразу видно пацан. Сейчас посмотрим, какое имя ему даст Полина. И в конце концов посмотрим на ее реакцию. Напоминаю вам о том, что если же вам нравятся мои видео, поставьте лайк, пожалуйста. Меня это очень мотивирует. Пишите об этом ниже в комментариях, давайте свои советы. Ну и мы ждем Полину. Поехали! Где бокс? Где бокс? Привет, Полечка, привет. Всем привет! Ты мне бокс? Где бокс? А чем моя клетка разобрана для хомяка? Ну, дверь закрой. Это что, Карин? Не видишь? Это что? Это хомяк. Новый, сирийский хомячок, мальчик. Я не понимаю ничего. Я тебе дарю хомяка. Я тебе купила новую клетку, новые лакомства, весь твой первый ящик внизу в подарочках для хомяка. Ну и, соответственно, хомячок, который бегает и уже вовсю ждет тебя. У меня нету слов, Карин. Это мальчик? Да, мальчик. Ребенок в шоке, ребят. Он уже отказывается что-либо комментировать. Что скажешь, Поль? Как тебе хомячок? Я помню, ты мне говорила, что ты хочешь светленького новенького купить. Ну, я думала, что это будет через полгода. Теперь далеко не через полгода. Спасибо, Карин. Не за что, золото мое. Посмотри, я тебе купила тут все, что ты хотела для хомяка. Все, что ты начитывала постоянно про него. Где ты нашла купалку? Я ее нигде не могла найти. Ну вот, я съездила специально подальше, где были в наличии все хомячки. Причем я решила купить не джунгарика, который у тебя был. Ты в зоомагазине купила? Да, в зоомагазине, прикинь. Сколько ему лет? Возраст такой. Четыре месяца всего. Малыш еще. Ну, молоденький. Недавно привезли, сказали. Он недолго в магазине. Спасибо. Не за что, Полиночка. Огромная клетка, вот именно. Это специальная клетка, чтобы хомяк на этот раз не сбежал, как у тебя было до этого. Причем хомяк очень счастлив, как ты видишь. Он не пугливый, как у тебя был. Он, видишь, в песке сейчас там копается, бегает по всей клетке. Я еще зрителям в ролике говорила, что у меня интуиция офигенная, что если я выберу хомяка, то он точно будет такой же шустрый, как и я. А если он такой огромный, то какашки у него какого размера? Какашки большие, я думаю, у этого хомяка. Ну вот мы когда ехали с ним в машине, я его уже домой везла. Нормальное такое говно, я тебе скажу. Не, ну... Ты безбашенная просто. Ну, понимаешь, я подумала, что боксы уже так часто дарить... У меня только неделю назад хомяк потерялся. Да, я подумала, что боксы дарить так часто уже неинтересно, раз хомяк у тебя сбежал. Дюны же дорогие вроде. Да, достаточно дорогая клетка, но из нее теперь никто уж точно не сбежит. Потому что хомяк не может залезть даже вот никуда-нибудь вот сюда. Лапками не может зацепиться. Через домик. Ну, там он вряд ли. А вот здесь маленькие сеточки. А то у меня старый хомяк сбежал как раз через эти сеточки. Я и говорю, потому что они у тебя были широкие. Вот эти вот разъемчики, места, так сказать, и через них просто хомяк выскочил. А сейчас этот, во-первых, он жунгарик, он побольше. И он уже, видишь, с тобой знакомится. Посмотри, Поля. Какой хороший. А у него имя есть? Я нет. Не давала никакого имени. Может быть, ты придумаешь? Я же на кого похож. На кого? На Джерри из Тома Джерри. Так, так. Все, я его назову Джерри. Джерри. Он очень похож на Тома Джерри, вот этого мышонка. Слушай, над именем к тому хомячку ты думала очень долго, а тут сразу Джерри. Ты уверена, что Джерри? Я зрителям уже говорю, что Джерри. Да, Джерри, я уверена. Смотри, с тобой Джерри знакомится. Смотри, какое золото. Ну, Поля, я тебя поздравляю с таким чудесным хомячком. Это Джерри, ребятки. Приятно познакомиться. Чудесный хомячок, который бегает сейчас по колесику. Скоро познакомится поближе с Полиной. Полина начитана и про джунгариков, и про сирийских хомяков. Поэтому для нее это будет самое настоящее счастье. Посмотри, как ему весело. Я читала, что Дюна самая идеальная клетка. Такая прелесть там бегает. Я не могу. Смотри, я тебе купила тут всякие корма, опилки, салфеточки нарвала. В этой переноске несла? Да, в этой переноске я везла песочек для хомячков. Это витамины? И витамины. Ты как раз таки говорила мне. Да, да, да. Спасибо огромное. Это раз в полгода, ребята, нужно наливать водичку. Пять или четыре капельки. Да. И хомячок будет сто пудово здоровый и долго проживет. Нифига, это ему на сколько? Корм ему на всю оставшуюся жизнь просто. Корма много. Причем я намешала со всеми полезными веществами, Полечка. Поэтому смотри, видишь, уже хомяк счастлив. Он, наверное, поел нашего энергичного корма, потому что он там, видишь, уже бегает, прыгает. Настроение у хомяка чудесное. Да. Игрушка даже. Игрушку даже я купила. Хомяк живет лучше, чем все хомяки, мне кажется, вообще в этом мире. Да. В общем, вот такое вот счастье у ребенка. Сидит, улыбается, уже реагирует просто в шоке, я так понимаю. А можно ему руку подставить? Подставь, если хочешь. Это твой хомяк. Да, вот так открывается, правильно. Ага. Я читала про Джону просто. Капец, Полина начитанная, уже все знает про хомяков. Нет. Ты кусаешься? Хомяку все равно на твою руку. Так, знакомство Полины с хомяком. Может, ему нужно дать огуречек? На, возьми. Не, он еще немножечко боится, мне кажется. Да, он боится, лучше тогда его не мучить. Да, лучше не мучить пока. Пускай прыгает, бегает, ему там в колесики и так весело. Это вот так вот делается? Да, вот так закрывается. И вот этими штучками, вот таким вот образом делается. Я даже знаю, где ты эту дюну купила. Где? В Бетховене. Да, она смотрела все сайты. В общем, ребенок счастливый, разбирается, там ей вообще не до моих прощаний. Я, Полин, сняла офигенное видео. И скажи мне честно, понравился ли тебе мой подарок? А ты все снимала так же, как ты покупала? Да, все, как я покупала, все-все-все снимала. Поэтому совсем скоро сможешь посмотреть влог у меня на канале. Какой тест у меня сюрприз устроил? Самый лучший сюрприз, ребят. Откуда ты знала, что я хочу хомяками долгого цвета? И откуда ты узнала, что я сирийского хочу? Мама в помощь. В общем, ребятки. Я так понимаю, ребенок счастлив, стоит, разглядывает хомячка. У Полины чудесное настроение. Она улыбается, разглядывает. В общем, я рада, что я смогла подарить Полине этого чудесного хомячка. Подарить улыбку на ее лице. Которая и так не спадает. Но совсем скоро будут подарки еще покруче. Для Полины и не только. Ставьте лайки, если вы до сих пор этого не сделали. Подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Сейчас мы с Полиной будем разглядывать поближе хомячка. Тем более он не замкнутый. Вообще никуда не прячется. Спокойно там бегает в колесики. Карин, спасибо тебе огромное. Не за что, не за что. Ты просто безбашенная. Да, безбашенная, потому что я поняла, что ты мечтаешь о хомячке. А тот у тебя сбежал проказник. Вот пускай у тебя будет новый энергичный пацан. Ребята, я знаете, что вам скажу? У меня сестра лучше всех сестер в мире. Эта сестра просто мечты. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео от начала до самого конца. Пишите ниже в комментариях, какой вы хотите, чтобы Полина сделала для меня подарок. Или я для нее. И в общем, какие вам вообще видео нравятся на моем канале. Ну а с вами была Карина. И кто еще там сзади хомяка разглядывает? Я! Спасибо вам большое. И всем пока! И еще с вами был Джерри. Да, Джерри и Полина Аракелян. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok